Вот казалось бы, да? Дно нельзя пробить дважды. Но в случае Александра Полярного дно можно пробить бесконечное количество раз. Всем привет, ребят! С вами снова я, Энтони Елай. Это очередное видео на моем канале. И да, что у нас сегодня? Правильно, очередное потрясающее видео, по названию которого вы наверняка догадались, о чем мы сегодня с вами будем говорить. О, говорить-то мы будем о новой книге нашего наилюбимейшего автора, которая называется Юпи. Написана она в соавторстве вместе с мистером Сопкиным. Кто это, вы узнаете именно из этого видео, потому что очень много мне есть чего с вами обсудить. Естественно, что после такого феноменального успеха мятной сказки, легендарного бестселлера, мы все с вами ждали, что же выпустит Александр Полярный. Ее он выпустил, а лучше бы ничего не выпускал. Лучше бы он просто сидел и молчал, и ничего больше в своей жизни не делал. Однако, мы здесь, поэтому обзор на эту книгу у нас с вами состоится. И будет он в двух частях. В первой части этого видео мы с вами рассмотрим именно саму книгу, и все мои претензии к ней, видите, по количеству стикеров. И во второй части этого видео мы с вами поговорим о скандалах, которые окружали выход этой книги. Так что, если вы готовы погрузиться в мир творчества Александра Полярного, я понимаю, что это звучит крайне неприятно, то давайте начнем. Итак, собственно, я, как главная мразотная змея книжного сегмента русскоязычного ютюба, хочу заявить, что новая книга Александра Провального... Оговорочку по Фрейду Александра Полярного... Новая книга Александра Полярного... Это, конечно, что-то с чем-то. Потому что, честно, я не думал, что Сашенька может разочаровать меня еще сильнее, чем он уже это сделал с помощью мятной сказки. Однако, дно в который раз удалось пробить. И, видимо, в случае Александра Полярного он пробил еще одно дно, и с него уже постучал. Потому что это... Я в шоке. Это кошмар, ребят. Естественно, что перед тем, как мы перейдем к основной части этого обзора, я зачитаю для вас аннотацию. Потому что без этого, увы, никуда. Легендарный Александр Полярный. Здесь так написано. Это не я выдумываю. И мистер Сопкин объединились. Упаси Господь. Чтобы сделать вас немножечко счастливее. И чтобы убить мою нервную систему, видимо. От автора мятной сказки. Культовые книги, которые принесла автору феноменальную известность и любовь читателей. Видите, всего два предложения, а уже столько вранья. Юппи. В смысле, это книга про Юппи. Он такой же, как и вы, но совершенно другой. Синенький. И ловит рыбу не для того, чтобы ее жарить и жрать. А чтобы с ней дружить. Кира. Девушка Юппи. Ну или не совсем девушка. Это как посмотреть. Немного каприза. Но только до того момента, когда Юппи нужно спасать от монстра уныния. Но тут уж она возьмет дела в свои розовые лапки. Если у вас в ванне живет кит, а ваш сосед кровожадный кулинар, то эти истории специально для вас. А если нет, то здесь все равно есть очень много полезного. Например, самый дельный совет о том, как сделать девушку по-настоящему счастливой. Или как отпустить все свои страхи и несчастья. В конце концов, в мире Юппи все так же, как и у вас. Но по-другому. Любовь и дружба. Ответственность и смелость. Злодеи и герои. Проблемы и их решения. Рутина. И невероятные повороты судьбы. Вот такая вот интригующая аннотация, которая говорит нам о том, что в этой книге нам больше читать нечего. Потому что вся эта аннотация, это содержимое книги. Вы удивитесь, перестаньте удивляться. Мы рассматриваем книгу Александра Полярного. Здесь уже не нужно удивляться. Здесь нужно просто бежать и все. И не видеть больше этого творчества. Я не могу называть это творчеством. Это высер. У-у-у-у. Так, градус бомбления. Чуть подзбавляем. Ну-ка. Вот. Мы перед тем, как перейдем к обзору, поиграем в нашу традиционную игру. Сколько страниц в этой книге? Я знаю, что она нам очень нравится. Поэтому правила очень простые. Но я все равно напомню. Вы в комментариях пишите, сколько страниц в этой книге. Точнее, пытаетесь угадать. И если вы угадали, то вы молодцы. Потому что можете подавать смело заявку на битву экстрасенсов. Ну, а если не угадали, то вы все равно молодцы. Потому что вы прекрасные люди, которых я очень сильно люблю и уважаю. Вот. Я пока прервусь на кофе. А вы угадывайте, сколько здесь страниц. Тут прям... Ой, кофе вкусный. А книга дерьмо. Но вот в этом шедевре современной художественной литературы 128 страниц. Да-да, вы не ослышались. Здесь 128 страниц. И чтобы вы понимали, внимание. Это меньше, чем в мятной сказке. В новой книге Александра Полярного страниц меньше, чем в мятной сказке. В мятной сказке, напоминаю, было хотя бы 150 страниц. Здесь 128. В общем. И это... Я пока отложу книгу, чтобы не швырнуть ее в стену. Чтобы вы понимали, я не против, когда в книге мало страниц. Возможно, историю это отнюдь не портит. Но, если в книге мало страниц, значит, на каждой странице там должен быть текст, который можно прочитать. Много текста. Потому что, я знаю, есть короткие книги у тех же русских классиков, которые очень маленькие по своему содержанию, но при этом там огромное количество текста, есть и сюжет, завязка, развязка и все остальное. Александр Полярный почему-то изо всех сил пытается сделать книгу меньше 100 страниц. Зачем? Почему? Как? Потому что у него здесь 90% книги – это рисунки, которые нарисовал мистер Сопкин. Но к этому мы еще перейдем, потому что это тоже отдельный звездец. А давайте-ка мы теперь с вами погрузимся в более детальный обзор этой книги. И начнем мы, естественно, как обычно, с внешних характеристик. Именно с обложки и верстки. И здесь каких-то глобальных придирок у меня нет. А учитывая стоимость этой книги, их и не должно быть, потому что книга, вот это вот чудовище, в среднем стоит 600-700 рублей. Я свой экземпляр купил за 700 рублей. И естественно, что когда книга стоит столько, и учитывая наличие страниц, 128 я напоминаю, 128 страниц в этом высере, то книга должна быть визуально идеальной. Потому что если бы здесь были страницы, как в «Мятной сказке» из туалетной бумаги, я бы лично пошел в издательство, поджег эту книгу и швырнул бы кому-нибудь в офис. Итак, собственно, да, обложка симпатичная, миленькая, яркая, привлекающая для покупателя. И естественно, что внутри у нас глянцевые, толстые такие плотные страницы. Мне очень нравятся. И если бы это была любая другая книга с другим содержанием и от другого автора, я бы даже и похвалил. Но учитывая стоимость и количество страниц, это вполне себе адекватно. А если вы еще вдруг не поняли, о чем же нам рассказывает и повествует книга Юппи, то не расстраивайтесь и не печальтесь, потому что это абсолютно невозможно понять, потому что эта книга — наркоманский бред. Под этой обложкой собрано семь историй, которые между собой абсолютно не связаны, ни логически, ни морально, ни в плане контекста, ничего их не связывает. И эти истории не имеют абсолютно никакого смысла, так же, как и существование этой книги. Я не знаю, что там Александр Полярный писал четыре года, как он сам утверждает, он работал над этой книгой, и что это вторая Библия. Это не мои слова. У меня злости не хватает, чтобы это описать, потому что, ребят, я не понимаю, каким образом. По-моему, это просто какой-то невероятно недосягаемый уровень троллинга. Как я вам уже успел сказать, в Юпи собрано семь историй. Вы наверняка можете подумать, вау, Александр Полярный от начала и до конца написал целых семь историй. Я вас умоляю. Все, что вам нужно знать об этой книге, находится в аннотации. Это реально весь сюжет книги. Здесь больше ничего нет, кроме картины, которые нарисовал мистер Сопкин, потому что именно мистер Сопкин является создателем графического романа про Юпи. То есть Александр Полярный просто прикрепил свое имя на чужое творчество. Творчество, которое, естественно, я не могу оценивать субъективно, потому что все-таки меня выгнали из курсов по рисованию в девятом классе за уродский чайник и зеленый апельсин. Однако здесь большинство рисунков повторяются между собой. Они нарисованы, ну, я не знаю, какой это стиль рисования, но люди, которые разбираются, которые рисуют, которые умеют рисовать, которые, может быть, окончили художественное училище. Как вы думаете, вот это стоит 700 рублей? У меня на полке есть комиксы, которые стоят меньше, но они нарисованы гораздо лучше. Я уже не говорю о графических романах. Я не понимаю, это, да, стиль рисования, но это детская литература. И знаете что? Александр Полярный сам утверждает, что эта книга не предназначена для детей. И я в этом тоже уверен, потому что здесь книга даже для дошкольников не подходит. Дети, которые в ясли ходят, даже читать это не будут. Потому что это дурость, глупость. Просто приведу пример одной из историй, потому что каждую из них я пересказывать не буду, потому что это бесполезно. Зачем? Это не имеет смысла, как эта книга. Первая история в аннотации у нас была. Ох, просто приготовьтесь погрузиться в этот шедевральный рассказ с головой. У Юпи дома в ванной плавает кит, которого ему оставил его друг. К Юпи домой приходит его сосед, который оказывается кровожадным убийцей, и он хочет сожрать кита и убить его огромным ножом. Юпи и его друг идут к соседу и убивают его. И забирают кита к себе обратно. Конец. Все. То есть, вы понимаете, Александр Полярный думает, что вот это будут читать взрослые люди, а не дети. Эта книга предназначена для детей, потому что она выглядит так, как продаются детские книги. Яркая, с картинками внутри. Взрослые люди не будут это покупать, они будут покупать это своим детям. А знаете, почему эта книга не является детской? Внимание, зачитываю вам. Если вам интересно почитать книгу, где едят рыб, могу посоветовать отличный сборник рецептов от автора Крышкина. Бесконечное количество вкусных блюд из рыбы с ноткой домашнего насилия. Это что? Ты дурак? Саня, ты вообще не в порядке? Какой домашний насилие? Я не уверен, что мне на ютюбе можно произносить эти слова вообще. Это будут читать дети. Неважно, говоришь ли, что это детская книга или нет. Это будут покупать детям. Потому что здесь картинки внутри. И взрослые не будут ее пролистывать в поисках вот такого говна, а будут читать дети, которые будут подходить к своим родителям и спрашивать, а почему рыба со вкусом добавьте его на с... Что это, блядь? Александру Полярному и мистеру Сопкину настолько, видимо, не хватило фантазии, что через каждую историю здесь повторяется одна и та же страница, где написано Сопкин и Полярный. Таких страниц здесь шесть. Шесть страниц! А знаете, сколько страниц в этой книге, где присутствует текст, а не просто он находится вот так вот в диалогах? Семь страниц. Семь страниц, где присутствует текст. Сейчас я вам их покажу, потому что это... О-о-о-о-о-о-о! Вот таких вот страниц, где присутствует текст. Семь. И то половина из этих страниц, я посчитал вот такие вот абзацы. Которые разделены с рисунками. Просто высчитайте сами, сколько в этой книге текста. Его нет, блядь. Его просто нет. Что ты писал четыре года? Что? Зачем ты обманываешь своих читателей? Почему ты такое чудовище? За что ты это делаешь? А? Буквально еще раз. Для закрепления информации хочу напомнить вам, что Александр Полярный не считает эту книгу детской. Ну, как любит говорить сам автор, она для от пяти до девяносто девяти лет читателей. И здесь на это у нас есть вот такая вот страница, очень интересная. Давай поиграем. Напиши первое слово, которое я прочитала. Как вы думаете, взрослые люди будут этим заниматься? Знаете, сколько у меня ушло времени на то, чтобы прочитать эту книгу? Дважды. Пятнадцать минут. Пятнадцать минут у меня ушло на то, чтобы выделить стикером каждый момент, который мне не понравился. Семьсот рублей. Если в мятной сказке хотя бы были предложения, хотя бы был намек на смысл, были цитатки, которые можно было оправдать, здесь нет ни-че-го. Ни-че-го. А нет, знаете, что тут есть? Александр Полярный на полном серьезе пишет, что Сахар изобрел Гитлер. Я могу вам сейчас просто сесть и посчитать, сколько в этой книге страниц, которые никак не относятся к тексту, где есть просто какие-то рисунки, без диалогов, без текста, ну или хотя бы к тому, к чему мог Александр Полярный приложить свою руку. Есть вот такая вот страница, на которой рисунок какого-то персонажа, и написано, «Мистер Сопкин, зачем это здесь? Для чего это здесь нужно? Кто-нибудь мне хочет объяснить?» Ну или вот, например, история про собаку, у которой на кассе сел телефон, и он не может воспользоваться своей бесконтактной карточкой, чтобы оплатить покупки, и просит зарядку для айфона у всех. Я в шоке. Вы понимаете, что у вот этого первый тираж 20 тысяч. И знаете, да, Александр Полярный прав, эта книга не для детей, потому что книги для детей делаются по специальным канонам. Там должна быть мораль, начало, конец, завязка. Главный герой, которому можно сопереживать или перенимать его опыт на себя. Красивые иллюстрации. В конце концов. Вы хотя бы раз видели детскую книгу, сделанную плохо? Вот это дети читать не смогут. Это никто не сможет читать. Я не понимаю, как это можно было выпустить. Как это можно было написать, и думать, что это абсолютно адекватно. Так еще и говорю, что это какая-то вторая Библия. Совсем мозг не работает? Почему мозг не кликает? Почему мозг не кликает? Объясни, Сашенька. Саша, почему мозг не кликает? Почему он не работает? Почему ты такой человек? За что ты это делаешь с людьми? Ну, видимо, желание заработать быстрых денег, оно гораздо сильнее, чем творчество, да? Шанс был у человека написать что-то нормальное, выпустить что-то хорошее, да, после мятной сказки. Мы все такие, мы подождем, может, у него реально есть талант к писательству. Спасибо. 700 рублей мои улетели на ветер. Спасибо. А теперь давайте мы быстренько с вами обсудим скандалы и интриги, которые окружали эту книгу еще до ее выхода. Во-первых, мы все с вами прекрасно помним, что Александр Полярный гениальный манипулятор. Он вертит своей аудитории как хочет, и всем абсолютно плевать на это. Во-вторых, все помним эти громогласные слова о том, что вот, меня затравили, меня ненавидит весь мир и так далее, и тому подобное. Если эта книга, Юпи, до конца года, не продастся в количестве 100 тысяч копий, то я уйду из этой жизни. Потом Александр Полярный пообещал уйти из писательства, что, естественно, он не сдержал вот это свое обещание, хотя мог бы порадовать меня-то перед Новым годом хотя бы, и сообщил нам о том, что в следующем месяце выходит продолжение мятной сказки. Называется она «Снежная сказка», но об этом я вам уже рассказывал. Ребят, я понимаю, что сейчас у всего интернета взорвется задница, но я написал продолжение мятной сказки, и оно выйдет уже через месяц. Готовьтесь. И вот знаете, казалось бы, как же можно написать продолжение той книги, где в конце все главные герои сдохли? Но дело даже не в этом. Как можно написать продолжение книги, где сюжета нет изначально? Но Александр Полярный может все, как говорится, и разочаровывать, и новые книги писать, и продолжать опускаться на дно, которое он, собственно, лично, собственной руками прибивает. Перед тем, как вот этот шедевр шлаковых гор официально вышел, Александр Полярный и его соавтор мистер Сопкин устроили скандал. Драму года, чтобы подогреть интерес книги, которая не продается абсолютно никак. Мне эту книгу везли очень долго, просто потому что не было предзаказов на нее, потому что всем плевать на творчество Александра Полярного. И здесь-то вступил в игру соавтор как раз-таки книги Юппи. Он начал утверждать, что Александр Полярный пытался вырвать свою часть из книги, он отдал все права на эту книгу, и на все последующие свои книги, и на мятную сказку издательству, где он выпускается. А потом Александр Полярный, напоминаю, объявил о том, что он открыл свое собственное издательство. Но помните, как я вам говорил, что это, скорее всего, будет редакция под крылом какого-либо издательства. Так и оказалось, Александр Полярный... Человек просто врет всем. Он уже настолько заврался, что... Я чуть шкаф не снес. Человек настолько заврался, что, по-моему, это реально уже попахивает биполярочкой. Полярный уже стал реально биполярным. Я не хотел шутить по этому поводу, но все у нас показывает именно на это. Потому что, когда Александр Полярный начал предъявлять мистеру Сопкину, соавтору своей книги, что вот, я отдаю все части тебе, ты можешь вырвать, я просил вырвать мои слова, мой текст и так далее и тому подобное, Сопкин начал буквально рвать книгу. Сань, все же ярко, классно получилось. Я не понимаю. Давай и тираж не сожжем тогда. Просто здесь огромная моя работа. Давай, я не знаю, я тебе все твои... Вот так вот сделаю. Вот. Все твои части, все, что ты там написал, все просто вышлю тебе и сжигай их, короче, свои части. Понятно тогда? Эти люди настолько сильно не уважают себя, свое творчество и своих читателей, что они делают вот такую вот херню, чтобы книга хотя бы как-то продавалась. потому что они прекрасно понимают, что всем на вот это вот плевать, потому что это высер. Кому это нужно, если даже сами авторы к своему творчеству относятся как к говну, рут книги, выставляют творчество со своими перечитателями в таком свете? Кому это нужно? То есть, может, я тоже вот так вот могу сделать? И вот так вот я тоже могу сделать? Ну ведь всем же плевать. Ведь книжное ремесло ничего не значит. Значит, только хайп. Я вот так тоже могу сделать. Ведь всем же нравится хайп. Всем нравится писать говно. Что это, блядь? Что? Объясните мне. Я не понимаю. И да, ребят, на сегодня у меня все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то я очень этому рад. Спасибо, что все еще меня смотрите. Я вас очень сильно люблю. И хочу, чтобы вы там знали каждый, мать его, день. Не забывайте писать свои комментарии, потому что что? Правильно. Комментарий лучше лайка, но и лайк тоже можно поставить. А еще ваше мнение должно быть услышано. Но напишите мне, что вы думаете по поводу сегодняшнего видео. Как вы относитесь к творчеству Александра Полярного? Купили ли вы себе Юппи? Возможно, прочитали уже. Как у вас дела? Все ли у вас хорошо? Какие книги вы читаете? Ждете ли вы обзора на Снежную сказку? Потому что я обязательно куплю ее. Сделаю обзор раньше всех. Не переживайте. Все нормально. Просто что-то я разволновался сильно. Но следующий обзор, который выйдет, будет на Календарную девушку. И тогда мы с вами очень сильно посмеемся. Так что не волнуйтесь. И давайте я вам под этим видео оставлю подборку комиксов, которые можно купить за такую же цену. Только хороших. Я говна не рекомендую. И да, с вами был я, Энтони Лай. Главное, помните себя, оставайтесь верными себе. Это о чем вы все в ваших начинаниях. Я вас очень-очень сильно люблю. Не забывайте подписываться на мои соцсети, Твиттер, Инстаграм и группу ВКонтакте. Там очень хорошо, вкусно и весело. А самое главное, мне будет очень приятно вас там увидеть. Мерч капаю ядом. Можете приобрести по ссылке в описании внизу. Тем самым поддержать меня. Я надеюсь, что вы читаете только хорошие книги. Не грустите и не переживайте. И не волнуйтесь так, как я. А то аж сердце забилось очень сильно. Я вас люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok